Военные наносили удары. Находку журналистам продемонстрировал официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Это самокарпы, на которые были нанесены расположения батарей и сектора, по которым они стреляли. По словам Эдуарда Басурина, украинские силовики готовятся к очередному наступлению. Свои вооружения они отводят на незначительное расстояние от линии соприкосновения. Однако в НАТО предпочитают этого не замечать, как и выполнение минских соглашений ополченцами. Вместо этого какой-то властнящийся вашингтонский генерал Брейдлов из НАТО несет, извините, ахинею, что натовская разведка не видит районов восточной линии соприкосновения, куда мы отвели наше вооружение, потому что туда не пускают представителей УБСЕ. Получается, что либо никакой объективной информации о происходящем в восточной части ДНР НАТО не имеет, либо генерал Брейдлов намеренно лжет всему миру, чтобы сорвать выполнение минских договоренностей 12 февраля. Украинские войска, по словам Эдуарда Басурина, наращивают силы на севере Дебальцево. Кроме того, несмотря на перемирие, военные продолжают обстреливать позиции ополченцев. Только за сутки режим прекращения огня силовики нарушали более 20 раз. Основной мишенью по-прежнему остается Донецкий аэропорт. От линии разграничения Киев выведет лишь часть техники, заявили в генштабе украинской армии. Хотя 12 февраля в Минске договорились о полном отводе тяжелого вооружения. О том, как стороны соблюдают соглашение Нормандской четверки, в репортаже Жанны Карпенко. Выстрелы слышны в районе Донецкого аэропорта. Продолжение следует...